В конкурсе Вали Карнавал появились мошенники. Аня Покров обрезала свои волосы. Карина Крамбэйби поддержала славу Мерлоу на вечернем Урганте. И почему за инстасамкой сегодня ночью гналась полиция? Всем привет, это канал ОК Блогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Если тебе понравится ролик, спустись под видео, поставь лайк и подпишись на канал с колокольчиком. Мне будет очень приятно. Присаживайся поудобнее, запасайся вкусняшками и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Егор Шип сейчас редко где появляется и мало что выкладывает в сеть из-за активной подготовки к туру Пикачу. У подписчиков уже накопилось достаточно много вопросов, и они вместе с Меей Бойкой вчера провели трансляцию в стерео, чтобы ответить на все. Так Егор в разговоре наконец-то раскрыл дату выхода трека, который они готовили вместе с Рахимом. Выйдет он уже в конце марта, но все подробности пока что скрываются. Да, Егор, тоже интересно очень. Я надеюсь, что в конце марта. Какой? Расскажите про него. Нет, пока ничего про него не расскажу, но он выйдет уже скоро. Шип также рассказал о желании поэкспериментировать со своими волосами. Он продолжает активно думать над покраской волос в розовый цвет, и пока что его останавливает боязнь испортить волосы. Я тут примерил на него розовые волосы с помощью программы. Как считаете, идет ему или не стоит краситься? Никита Манагер еще в начале этого года должен был выпустить свой первый трек. К сожалению, все сорвалось из-за ухода из Дрим Тима Влада Неопознанного, вместе с которым они как раз готовили эту песню. Никита не хотел бросать этот материал и решил полностью переделать весь текст. Он предложил сделать фит уже Дане Милохину, на что он согласился, и сегодня они выложили ее первый отрывок. Даня, в свою очередь, раскрыл интересные подробности клипа на песню «Выдыхаю боль». Многие из вас заметили, что на обложке клипа стоит фотка девушки, очень похожей на Юлю Гаврилину. Но Шпулька не принимала участие в съемках, да и главная героиня совершенно не похожа на нее. На дне рождения Дрим Тима журналисты разузнали у Дании этот момент, и оказалось, что это не просто фотошоп с фоткой Юли, а реальное фото с одной из подписчиц, которая на нее похожа. Чисто я прохайпил на обложке, думали, что Юля, а там какая-то девка. Кстати, там не Юля, там подписчица прям вот со съемок. Похожа на Юлю, кстати, да. Но это было специально сделано? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Пульс ты поднялся, 94. Я нашел твою слабую точку. Падающий актив, массовые отписки и отсутствие интересных инфоповодов заставляют инстасамку снова вкидывать аудитории фейковые события, которые с ней якобы происходят. В этот раз Даша выложила видео из машины, на котором она пьет шампанское, и в этот момент за ней гонится полиция. Инстасамка никогда не прижимается к обочине, инстасамка никогда не останавливается. Так подписала Даша этот ролик. Вы и без меня догадались, что это обычная постанова. Полиция бы не ехала так медленно, просто сзади, а попыталась хотя бы перекрыть маршрут. Возможно, что это были и просто кадры из клипа на её новую песню, но точно не настоящая полицейская погоня. К большому удивлению, тикток-дом Свитхаус всё ещё продолжает существовать, несмотря на всего трёх участниц в составе. В таком маленьком коллективе действительно очень трудно работать, поэтому девочки наконец-то объявили кастинг. Они ищут ярких, идейных, готовых много работать с горящими глазами девушек. Если вы такая или знаете такую, обязательно отметьте их под последним постом в их аккаунте, это хороший шанс проявить себя. И возьмут они не одну-две, а сразу несколько девочек. Буквально два дня назад Аня Покров поучаствовала во флэшмобе Дрим Тима с изменениями и нарастила себе волосы. Её голову украсили огромное количество искусственных кудряшек, которые уже пришлось снять. Аня начала это делать дома, отрезая всё обычными ножницами. И в итоге испугала всех подписчиков такими фотками. Но позднее она рассказала, что это был лишь корсет, на который крепились локоны. А распустить ей это всё пришлось из-за важных съёмок, которые пройдут уже сегодня. Очень много вопросов. На самом деле, я бы походила подольше с этими кудряшками. Мне очень нравилось, как это выглядит, как это смотрится на фотках, на видео. Но у меня завтра очень важные съёмки, и поэтому мне пришлось их снять. А так бы я ещё недельку точно с ними проходила. Ветерфор, который недавно заявил, что готовит свою первую песню, успел навредить этим своему здоровью. Тёма так активно трудился на студии, что у него начало сильно болеть горло, и воспалились связки. Сходив к врачу, ему подтвердили, что там действительно всё плохо, и ему нужно начать лечиться. У фуниатра мне сказали, что у меня охренеть, как всё плохо с горлом, со связками, с миндалинами, с гортанью, со всем. Всё красное, всё воспалённое, всё надо лечить, поэтому... Помните, я говорил, что у меня скоро трэк? Один из самых милых моментов в любых отношениях, когда одна половинка поддерживает другую, важный для него момент. Вчера вышел очередной выпуск программы «Вечерний ургант», гостем которого стал Слава Мерлоу. Вместе с ним на съёмочную площадку приехала Карина Крамбэйби. Она не только пофоткала с ведущим и в гримёрке передачи, но и села в зал вместе с остальными зрителями с табличкой «Абрыган в руках». Вот она, настоящая любовь и поддержка. После прошлого ролика, где я рассказывал о сомнительных людях, которые являются спонсорами Гива «Вали Карнавал», в комментариях мне написали огромное количество историй, как вас пытались развести мошенники. Почти всем участникам этого конкурса в Директ пришло сообщение примерно такого содержания. И под предлогом выигранного приза мошенники пытались вытянуть из подписчиков деньги. Сразу поясню, что к этому разводу не имеет отношения Валя, Заир или кто-то из организаторов. Это частая история, когда в момент прохождения крупного конкурса у людей выманивают деньги. Поэтому будьте предельно осторожны, никому ничего не отправляйте и отвечайте только официально подтверждённым аккаунтом. Ну и продолжим нашу рубрику с вопросами на попадание в ролик, но теперь немного усложним правила. Первое, не обижаться, если вы не успели правильно ответить, это просто игра. Второе, быть подписанным на канал с колокольчиком и поставить лайк этому видео, я всё проверю. Ну и третье, правильно ответить на следующий непростой вопрос. Сколько лет было Дане Милохину, когда его вместе с братом забрали из детского дома? Пишите свои варианты ответов в комментарии, и первые 20 человек я вставлю в следующий ролик. Спасибо всем, кто продолжает отмечать меня в ТикТоке, это прям сильно помогает искать новости. Благодаря именно вам видосы сейчас выходят каждый день. Если вы не успели посмотреть прошлые ролики, выбирай какой-нибудь из этих, тебе точно понравится. А на этом всё, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok